Ола Мигас, на связи Матвей, третья глава в Фортнайте вышла уже практически 3 недели назад, да, а поиграл в неё я только сейчас. И по старой доброй традиции, сегодня в этом видео мы будем насиловать процессор моего телефона, тестируя на нём эпическую графику новой главы Фортнайт. Ведь как-никак, но новая глава Фортнайт построена на новом игровом движке Unreal Engine 4, что приносит нам в игру абсолютно новый графон, новую оптимизацию, новый FPS и всё такое. И теперь Фортнайт на Андроид имеет такую же графику, как и Фортнайт на Плейстейшн 5, вот прям реал информация и сегодня мы это проверим. Играть я буду на Honor 20 View, телефон 2019 года и здесь есть официальная поддержка 60 FPS Фортнайт Мобайл, подробности о нём вы можете узнать в видео по подсказке в правом верхнем углу. Короче, да, как-то так, ребят, ну а перед тем, как мы начнём, хотел бы обратиться лично к тебе, мой дорогой зритель. Если ты так же, как и я, истинный ценитель Фортнайта, то обязательно оформляй подписочку на канал, мы тебе будем только рады. Ну и не стоит забывать, что лучшая поддержка меня, это мой догов-трамотивкар в твоём ежедневном магазине Фортнайт. Смело води и покупай исключительно с ним. А ещё вот первый и рандомный комментарий из последнего видео на канале. Кстати, чем больше комментариев ты оставишь под этим видео, тем выше твой шанс попасть в следующий ролик, поэтому спам разрешён. Короче, ребят, знаю вы чёткие, вы меня поняли, поэтому давайте наконец-таки взорвём мой телефон новой бомбезной графикой Фортнайт третьей главы. Уверен, такого ты ещё точно нигде не видел. Собственно, вот обновлённый Фортнайт до третьей главы на моём телефоне. Сейчас запустим, посмотрим, как там обстоят дела с новой графикой, просадками ФПС и общей оптимизацией, потому что, как-никак, но всё-таки новая глава у нас на новом игровом движке Unreal Engine 4. И по официальным заявлениям разработчиков, конкретно графика у нас претерпела просто глобальные изменения. Да и сама общая механика игры в общем усложнилась. Может, у меня вообще удалили 60 ФПС, давайте сейчас это и узнаем. И долго у меня вот этот экран будет белый. Опа, смотрите, смотрите. Вот это я понимаю 4К, HD качество 60, ну хотя бы 60 ФПС, по-моему, есть, да. Охренеть. Смотрите, а не так уж всё и плохо. Ну я не знаю, просто у меня там низкая стояла графика перед обновлением и разрешение 3D примерно 60%. Ну, ребят, дайте мне уже сесть, я не знаю. О, всё, наконец-таки началось. Ты на пенёк сел, должен был коса рыдать, а тут хули так мало, урод, блядь, ты. Рендеринг, конечно, такой себе. Но опять же, это как бы Fortnite на мобилке, во-первых. Во-вторых, у меня стояла низкая настройка графики. О, ребят, смотрите, подарок. У-у-у, спасибо. Что ж, ребят, ну и добро пожаловать в третью главу Fortnite. Я, конечно, понимаю, что для вас это звучит как-то глупо, но вот я сейчас играю в первый раз в Fortnite в третьей главе, поэтому для меня вот всё впервые в новинку и как-то необычно даже. Тега автора мотивкара обязательно ввести нужно, потому что, ну, без этого вообще никуда. Так, найти друзей, но это не для меня, у меня нет друзей. Параметры. 60 кадров в секунду. Высокие настройки графики. И 100% 3D разрешение. Применить. Найс. Всё, я предлагаю скин поменять. Это этот скин какой-то, ну, сами понимаете, немного шуршавый. Ну, так можно играть уже. Грузилась игра. FPS пока что себя на стартовом острове проявляет, ну, достаточно неплохо. 55 бы я так сказал FPS в среднем. С текстурами беда, ребят. Мы уже летим на автобусе. В среднем FPS у меня около 50. 45. Я бы даже сказал, смотрю на карту. 45 FPS. Смотрю вверх 60. Ну, это понятно. Что ж, давайте полетим. Значит, раз, два, три. Слушайте. FPS 30. 30 FPS на высоких настройках графики при полете. 45. И чем ближе мы приближаемся к земле, тем сильнее у нас повышается FPS. Это тоже не может не радовать. Текстуры предметов, моего зонтика, скина и бэкпака, значительно, как по мне, стали намного лучше. Сундуки будто стали намного лучше, чем были во второй главе. Или мне так кажется, ребят? Пишите в комментариях. Ну, тень оставляет желать лучшего. Какая-то уж слишком пиксельная тень. Ну, в принципе, это было, по-моему, всегда. Хвоя елки, в принципе, прорисована неплохо. Если смотреть издали. Ну, близко, конечно, виднеются. Пиксели какие-то недоработки. Ну, а так, в принципе, и освещение, и тени вполне нормальные. Слушайте, ребят, мне уже начинает нравиться, честно. Не, ребят, смотрите. Видите, возведение построек реально пофиксили. Сейчас это даже на мобильной графике смотрится более чем вау. Потому что, насколько вы помните, или, может, это опять же только мне кажется, то возведение построек в предыдущих сезонах было какое-то посредственное и слишком такое картонное. Ну, не настоящее. А здесь, смотрите, прям все так натурально прорисовано. Смотрите, я смотрю вдаль. Слушайте, а эпики так хорошо пофиксили прорисовку дальних объектов, я смотрю. Ну, то есть, конечно, вот там ясно, что там полная лажа, полное мыло. Но вот такие средние объекты по типу этого дома или деревьев выглядят более чем презентабельно. Охренеть, такого даже вот в 18-17 сезонах не было. Хотя там тоже были значительные изменения в геймплее, в оптимизации игры даже на Android. Такое... Слушайте, вот, кстати, кусты. Кусты стали намного детализированнее, и фпс у меня просел до 30. Что, что произошло, я не понимаю. Короче, ребят, заметил такую важную деталь. Тени теперь отражаются и на том числе на скине. Потому что до этого тени отражались только на постройках и других всяких игровых объектов. А на скине ничего не было. А сейчас тени отражаются даже на скине. И это не может не радовать. Такое вообще ни разу в мобильном фортанте, по крайней мере, не было. Заходим в параметры. И ставим самые лучшие настройки графики, которые вообще есть в мобильном фортанте. Так, эпические. Ну, ясно, что, к сожалению, 60 фпс на эпических не работают. Как видите, я переключаю на 60, у меня ставятся высокие. Я переключаю на эпические, у меня ставятся 30. Что ж, ну, ладно, давайте потерпим. Всё, ребят, вот сейчас реально будет фортнайт на моём Android-смартфоне, как на PS5. Отвечаю. Оу, щет! Смотрите, ну, 30 фпс у меня стабильно, это факт. АААА! ФАК! Что я могу сказать? Охрененная прорисовка у нас вообще местности, карты, смотрите, трава. Прорисована просто на каждом моменте, прям как на ПК-версии Фортнайта. Смотрите, просто посмотрите на игровую карту. Она проработана практически до всех мельчайших мелочей Конечно, понятно, что текстурки сами по себе мыльные Но так как они далеко, мы их полностью не видим Поэтому нам всё равно Ну а так, именно по количеству деталей, которые мы можем заметить на острове Здесь просто колоссальное количество Что давайте выпрыгнем Ну опять же, FPS Стабильно идёт в 30 FPS Как бы игра на эпических настройках графики Потому что больше поставить, к сожалению, нельзя Посмотрите на это дерево Оно проработано до мельчайших деталей Игра нарисована более в натуральных цветах Потому что, например, в первой главе цвета были слишком контрастные Под конец второй главы слишком тусклые А сейчас просто сделан реально просто цветовой идеальный баланс Небо просто... Наконец-то они вернули старую модель бури И небо... Вы просто посмотрите на это небо Самая лучшая буря была в первой главе Она вот была такая прям синяя, фиолетовая Такая тёмно-синяя А во второй главе она была какая-то более... Ну, не настолько контрастная По-моему, такой голубоватый цвет Тоже тёмно-синий Но, ну, не настолько натуральный А в третьей главе вернули бурю, которая была в первой главе И она выглядит намного, намного лучше Управление квадроломами намного удобнее, чем было это в первой главе Ребят, я-то уж... Я-то играл в Fortnite на телефоне в первой главе И я знаю Блин, смотрите, охренеть Это реально компьютерная графика Это реально графика PS5 О, кстати Кстати, ребят, мы совсем забыли про подкаты Да, смотрите Блин А мне управление придётся менять Потому что подкат работает только когда ты зажимаешь эту кнопку У меня же ещё вот кнопка прицеливания Смотрите, FPS тоже стабильно 30 Охренеть, как же они... Просто эпики, по-моему, так ещё никогда хорошо над Fortnite не работали Как в третьей главе Короче, ребят, если вам интересно мнение мотивкара по поводу третьей главы Fortnite конкретно на телефоне То здесь однозначно лайк Я бы поставил 4,5 из 5 Всё проработано максимально великолепно Новая графика Новый... Короче, ребят, вы меня поняли Да, ребят, третья глава в мобильном Fortnite по крайней мере на начале показала себя очень достойно Да, просадки определённо есть Но не стоит забывать, что сейчас я запустил Fortnite впервые за последние 2 месяца И просадки на начале игры это нормальное явление Но, по крайней мере, в третьей главе их намного меньше, чем были в предыдущих Оптимизировать Fortnite на телефоне в третьей главе определённо нужно И найти способы по оптимизации вы можете в специальном плейлисте на моём канале А если ты хочешь играть в Fortnite на своём андроиде прям как я в 60 FPS То можешь смело писать в нашу ВК-группу Мы раздаём и пока файлы Fortnite на 60 FPS Единственное требование это оперативная память 4 гигабайта и больше В общем, если хочешь играть в Fortnite на телефоне с комфортом То ссылка на ВК-группу первая в описании Пиши модель своего телефона и получай АПК вместе с подробной инструкцией по скачиванию Ну и на этом у меня пока что для вас это всё Огромное спасибо за просмотр И если это видео было вам интересно То обязательно ставьте лайк для его продвижения Пишите в комментариях, как новая глава Fortnite идёт лично на вашем девайсе И на каком девайсе вы вообще играете Было бы интересно об этом узнать А если ты хочешь халявный лайк лично от меня То обязательно в комментариях пиши слово FPS Только так я смогу понять, что ты досмотрел это видео до конца Ну и конечно же все подобные комментарии я обязательно лайкну Ну и по традиции с вами как всегда был Матвей Аста луэго Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok